Сейчас вы увидите мой первый лютейший поединок с участием братишки Покетосика. Ну а хайты-рюги, готовьте помидоры и держите своё очеча руками от разрыва. Погнали! Вечер в танках, всей моей любимой басоте-подписоте! А если ты оказался рачело, то ты на канале Дафинио Такчело. Сегодняшний неожиданный залётик моей новенькой видосямбы обещает быть зачётным. Здесь вы увидите мою практически первую катку на Покетелли, бомбящий разговорчик моих рандомных тиммейтов. Ну и само собой, как я в целом отыграл, и что вообще из этого по итогу получилось, да? Поэтому, браточек, засыпай попкорнчик в колокольчик, чтобы с выходом нового видосямбы он зазвенел, а попкорн был уже на готове, да? Лупани быструю двоечку по лайкусику и свертуханского по подписочке. Ах да, ещё залетаю в комментарии, пиши персонажу, на котором я ещё не играл. Если ты угадаешь, я делаю на него видосик, ты смотришь и всё просто лайкосик. И всегда, и при любых обстоятельствах свапай танка. Если ты, братосик, уже всё выполнил, то... Let's go! Всё началось уже на моменте выбора героев, когда я включил динамик, чтобы слышать своих любимых рандомчиков. Да, я их так люблю, что порой сижу на льду. Всё было чётенько, я спокойненько сидел на пятой строчке выбора героев с пятью катками на пакетосике. А если быть точнее, там десять у меня, да, каток. И нагонял бомбезные мотивации для своих тиммейтов. Вроде всё норм, но потом забонили Франка, и я сначала хотел бомбить, но увидел в подборке Фанни, и пазл сложился. Дальше свапнули Джонса, и я готов был уже их расцеловать, но... Где заканчивается хорошее, там начинается вот это. Когда он начал листать героев, я немного успокоился, а потом увидел ван-ван, ещё больше успокоился. На этом моменте мне уже было срать, что он возьмёт, но из всего большого выбора стрелков данный паренёк всё-таки выбрал её, да. Но как говорится, на безрыбном море и рак рыба, поэтому и Лесли тоже иногда может показать игру. Дальше пикнули Фанни с 60% побед, и я уже зарядился на потную каточку. Вы спросите, почему потную, потому что напомню, что Пакита я такой себе, а если быть точнее, то никакой себе, вот. Вообще Фанни сама по себе, блядь, читерский персонаж, блядь. Вообще жёсткий. Это, блядь, почти ни один стан, блядь, вообще похуй, поебать просто. Единственный, кто реально контролит Фанни, это Франка, всё. Франка, да. Если Франка просто ультаню, то это всё. Эм, Сабир, отдохни, Хуфра, сегодня не твой день, а вторым навыком Диги вообще кто-нибудь пользуется? Он кому-нибудь нужен? Наверное, никому. Надел я, в общем, перчитосики, в одну из них спрятал кастет, и первая моя цель была встать в куст. Быстрее, чем Чу, чтобы вылететь из него с кастетом. Ну, поняли, да, типа неожиданно и больно. Подготовился, настроился и... Эээ, вот, ну а что вы ожидали? Я всё. Эээ, ещё у меня есть кара, но я её для стила взял, аха. А потом Джонсон начал загонять своему братишке на Лесли про сапоги на Крид. Сапог на Крид, Карл! А чё ты на скорость атаки берёшь? Чё ты Крид не берёшь? Крид же поярче. На кого? Ну, не знаю, я башмаки, типа, собираю. На скорость атаки? Да. Так ты, типа, брал просто, типа, понял? Крид. Ну, я понял, я понял, про что говоришь. Нету, блядь. Причём он его понял и, скорее всего, в следующий раз точно их возьмёт, да. Я понял, я понял, про что говоришь. Тут на меня произошёл неожиданный ганг, но я успел прожать кару и одного из этих фраерочков всё же забрал с собой. Дальше ганг от Валира, но Лесли метится исключительно в танка, да. Здесь Фанни говорит, что ей нужен баф. Ну, а я тем временем продолжаю зарабатывать уважение своими кулаками, показывая отточенные комбинации на крипах. Ну и куда же Лесли без ульты в самый нужный момент, да. А дальше очередной гениальный разговорчик от наших братишек. Гоу. Да вот, ждут. Ну, пошли пока. Да чё ждать? Вступаем. Сюда и поедем. Типа он сам сказал, да вот, жду, и сам же сказал, а что ждать, но при этом никуда не шёл. Не понимаю. И как бы она не хотела стрелять в более тонких персонажей, страсть к Белерику никуда не пропадает. Давай, братанчик, когда-нибудь ты всё же его убьёшь. Тут в очередной раз меня ганганули, и я стал сомневаться в нашей победе, и решил спуститься на мид. Толкнул гуся и бежал изо всех сил от Беатрис, но столько желания убить я видел только у Лесли, когда она стреляла в Белерика. Тут Джон Син решил мне показать свои навыки вождения, мы пропустили Чу и врезались в самом ненужном месте. Потом опять поехали, и потом опять приехали, вот. После чего я окончательно понял, что играют здесь только Фанни и Нана, и старался что-то сделать со своим фармом. Дальше у нас образовался жёстенький кипиш на Мидосике, где Лесли снова блеснула своим умом. Я увидел, что с базы стартует Джонсон и влетел в двоих. Минусанул Валира, и были все шансы забрать расфиженную Беатрис, и наконец-то пропушить мид. Но... Вот. Дальше в следующем кипише наш топовый АДК решил поступить хитрый на своём инвизии, незаметно пропушил вышку. Но когда вернулся, максимально и без лишних движений исполнил очередную дичь. Тут виден максимально профессиональный отхил от Джонсона. Да, он по чуть-чуть заезжает на отхил и отхиливается. Кто-нибудь сможет вообще повторить такой мув? Мне кажется нет. Дальше Лесли хотела повторить такой же пуш, только с другой стороны, но Чухан привёл её. И следом поступил возмущённый вопрос от уже мёртвой Лесли. Пидорас, как он меня так забрал? Действительно, 12-я минута игры и как же Чухан мог забрать Лесли? Непонятно. Очищение даже не помогло, я прожал. А, наверное, плохо нажал, да. Очередной гениальный влёт от Джонсона, божественный мув от Наны, где она забирает Беатрис. И вроде бы уже шанса на победу у нас максимально не остаётся. Вражина начинает забирать Лорда, я челю в таверне. Но Фанни видит, что вся вечеринка происходит на Лорде и стартует туда. Да, удачно сейвит его, забирает Валира и тут уже даже Лесли попала своей пулей в лохопового гуся. И даже Джонсон наконец-то в кого-то въехал. Но вместо того, чтобы пропушить, Лесли чуть не умирает от Лорда, но всё же его забирает. Тут я хотел подкрысить гуся, но навык игры и пропуски тренировок берут своё. Да и вообще они там были толпой, да. Дальше Нано с Фанни опять продолжают божить, а Лесли подключается, чтобы всё это пропушить. Плюс заходит Лорд и заключающий. И очень важные слова напоследок от нашего любимого АДК. Я патрон убью. Я патрон убью. Ну и в общем-то, вот такая вот бомбезная каточка у нас получилась. Сыграла чистейшая случайность, в которой нам удалось одержать эту победу. Я сыграл максимально неудачно, но что поделаешь, первые катки они такие. Поэтому пиши комментосик, на ком ещё залететь в рейтинг. На персонажа, которым я не играл. Ну, либо 3-5 каток. И обязательно это замучу. А теперь ставь лоу-кик по лоу-кусику и подписочку, если вдруг забыл. А с вами был топовый башмачело на Крит и всем билерикам на Клык. Да, мега-рифма. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok